12% ДТП, зарегистрированных в Ставрополе с начала года, результат плохих дорог. Это данные статистики региональной госавтоинспекции. Состояние улиц столицы региона вновь вызывает вопросы у краевых депутатов. На прошлой неделе профильный комитет проверил городские дороги. Итоги рейда подвели сегодня на еженедельной планерке. Как прозвучало, состояние региональных направлений можно оценить на 4. А вот муниципальным поставили неуд. Причем проблема актуальна для всего края. Хотя ремонтные работы начались на многих участках, качество полотна по-прежнему вызывает нарекания. Юрий Афанач поднимал вопрос по асфальтобетону, которым надо делать. Так, заложено в технологии. Кто его делает? Мы же одну из улиц в городе Ставрополье три года тому назад закатали в асфальт. Потом оказалось, что там какой-то асфальтобетон. Там оказался битон даже не той марки, который нужен для изготовления вот этой асфальтной смеси. Там никакого бетона и в помине нет. Может быть, нам надо позаниматься этим? Корень проблемы, по мнению некоторых парламентариев, заложен еще на стадии торгов. Иногда тендеры выигрывают недобросовестные подрядчики, которые никаких гарантий не дают, а в аукционах участвуют регулярно. Что такое, генподряд выиграл, за 20% его отдал, значит, тем самым уже забрав деньги. А потом еще тот умудряется сэкономить на качестве битума. Посмотрите хоть в один договор, хоть один подписал на 5 лет, если вышла дорога, в 5 лет, значит, обязан за свои средства восстановить. Хоть один. Есть там пункт? Хоть у кого? Нет. Депутаты дальше планируют держать вопрос на контроле. Тем более, что в этом году в Дорожном фонде края заложено больше 7 миллиардов рублей на ремонт и реконструкцию полотна. Чтобы деньги не закатали в сомнительный асфальт, парламентарии собираются подготовить законодательную инициативу, чтобы урегулировать спорные моменты и выйти с ней на федеральный уровень.